ну и хорошо я вас всех приветствую друзья сегодня будем пришивать рукав вернее я уже пришил и подумал почему бы нам не продолжить все это дело в прямом эфире вчера в ночи довязал второй рукав вот он свитер наш из братской пряжи 0 3 номера сейчас мы его сошьем вдоль сделаем примерку уберем кончики нитей и будем его стирать так меня слышно видно ну-ка дайте пожалуйста обратная связь обратную связь сейчас я посмотрю что здесь у нас комментариями поставьте там плюсик минус картинка звук все ли есть или ничего то не хватает слышно видно отлично все хорошо супер здорово всем еще раз привет так напомню то что у нас сегодня ну во первых сегодня 2 сентября и дети пошли в школу вот все началась школьная пора вторая новость дня я прищемил палец в этой в мусорке зашли в киевсе купить мели попить она захотел захотел какой-то коктейль я выбросил мусор и мне прям крышкой со всей силы по трем пальцем по центральному досталось больше всего теперь его даже дергает вроде в лед я его окунул подержал вроде нормально не раздулась ничего перелома нет сто процентов но ноготь возможно сойдет ну вроде вязать могу какие-то операции делать могу да и дискомфортно ничего страшного так следующее у нас сегодня с вами стартовал совместник по вязанию свитера брата сегодня я вам дал всю информацию по вязанию образцов сам лично отвязал сегодня образец из шоколадной пряжи братской 0 4 номера постирал его видео как вязать образец как набирать петли за что провязывать все есть у нас соответствующем разделе который так и называется образец далее постирал вот второй образец написал снял видео про средства про то как стираю все это выложил поэтому вся информация у вас есть вяжем образцы записываем обязательно значение образцов сейчас покажу как я это сделал где мои записи ну ёшкинку только что же были вот я нарисовал видите образец прямоугончик записал его параметры в ширину высоту обязательно до вытого и после этого когда он у меня высохнет окончательно запишу эти параметры сравниваю уже по значениям после стирки буду производить расчеты так сидел вязала в тишине и подумал хорошо бы эфир какой-нибудь смотреть пять минут и twitch присылает не уведомления видишь кристин как здорово это называется мысли материальных так о чем я вам рассказывал про образцы вот это образец из 0 3 пряжи вот такой братской которую разобрали очень быстро а вот этот образец шоколадный из 0 4 цвета пряжи которую тоже по моему уже закончился этот цвет сейчас ольга станет там новую партию прорабатывают цены говорят поднимают турецкие поставщики вообще на все цены растут очень быстро поэтому следующая партия братской пряжи уже будет дороже так понял поэтому если кто-то хотел закупиться прикупить на текущие проекты осенне-зимние залетайте кольги дурсун на сайт братская пряжа и выбирайте для себя цвета а я пока буду продолжать сшивать рукав мне осталось вдоль его сшить я буду совместники вязать шоколадный свитер а вот этот я серенький такой бежевый связал как совместнику хотел побыстрее но не успел как раз мы его вместе постираем и будем понимать насколько вытянется он у нас как изменится после стирки как ведет себя вообще это полушерсть потому что здесь маточки у нас 120 метров 100 грамм он весит по составу здесь 25 процентов шерсти 75 процентов акрила ниточка классная мягкая пушистая очень радует и в работе приятно и уверен в изделии будет тоже классно поэтому увидим чуть позже конечно так я параллельно ваше сообщение буду зачитывать и собирать так если вдруг вы уже совместники у вас есть какие-то вопросы то вы не стесняйтесь пишите комментарии задавай даже если вы не совместники просто вдруг есть вопрос какие-то по свитерам по пряжи по изделиям просто какая погода на улице у нас например очень тепло прям очень тепло сегодня обязательно пишите задавайте общайтесь будем с вами взаимодействовать я изделие сшиваю с помощью иглы у меня игла такая металлическая из с гибким ушком с мягким так все изделие у нас вяжется польской резинкой за исключением манжет резинки снизу воротника мы вяжем их эти детали эти элементы резинка 11 а так основной узор у нас это польская резинка совместник у нас проходит в телеграме в закрытой группе присоединиться можно в любой момент доступ приобрести можно на сайте вид школы вязания тани курочкиной вот каждый вяжет в кайф без спешки и каких-то неудобств тани кстати сейчас поехал смели на занятия взяла с собой моток пряжи и спицы говорит попробую шапку связать 120 метров она как раз рассчитывал что этой длины хватит на шапку с отворотом если хватит будет очень здорово у меня обычно где-то плюс-минус так и выходит всегда на шапку с отворотом вот с такой пряжи толстенькой где-то 120-130 метров так что у нас вообще по следующим мероприятиям я думаю в десятых числах сентября а может быть и раньше может быть напишу раньше будет у нас совместник по вязанию кардиган еще то что я себе на кардигане еще подготовил горчичную пряжу такую сочную темно-желтую поэтому будем с вами вязать объемные кардигана опять же главное не пропустите на старте цена всегда самая минимальная и также уже по практике совместников со свитерами в дополнение бонусом к совместнику будет идти доступ к курсу полноценный на какой-то определенный срок допустим на 70 дней уверен этого времени хватит чтоб и погрузиться и связать для себя не одно даже изделие а главное что главное мань понять понять моменты понять процессы азы как это все делать и принципе потом можно вообще без вспомогающих материалов каких-то вязать без проблем добрый вечер вот у меня на этот свитер ушло 11 мотков пряжи это очень здорово мы сделали свитер брата немного легче чем обычно если его вязать из-за лизе супер лана макси то он в среднем весит у меня где-то 1 и 2 1 и 3 килограмма сейчас это видите чуть больше килограмма это здорово так рукава пришивал по открытым петлям мы можем это дело двумя способами способами оба способа расскажу то есть мы можем закрыть рукава пришить детали с уже закрытыми петлями а можем сделать это по открытым петлям тем самым минимизируя вот эти утолщения местах соединения деталей здесь каждый выбирает для себя свой удобный способ для новичков прям конечно если в самые первые разы вяжите проще всего по закрытым петлям по закрытым петлям собрать если уже есть такой то опыт то можно по открытым но на самом деле по открытым все тоже очень просто я леску не оставлю не убираю сразу и поэтому если вдруг какая-то ошибка всегда можно распустить и заново пришить рукав то есть он всегда у нас при пришивании при вот этих работах у нас он на леске то есть мы петли не спускаем так все мне нужно теперь снять леску так а спинку с передом и ворот по закрытым спинку с передным точно также есть вариант по закрытым петлям есть вариант по открытым петлям подкрыть на тоже в принципе ничего сложного нету я здесь делал по открытым петлям здесь у меня нету дополнительных швов обычно это видно вот здесь вот на шее на спине ведь то здесь я все по открытым петлям соединяем если был бы шопчик то это свидетельство о том что детали сначала были закрыты потом соединены так вытаскиваем сейчас я лишние кончики отстригу сразу чтобы они не мешали покажу вам что у меня получилось я кстати вот этот свитер связал по параметрам как и за лизе суперлан макси то есть набирал я на него 93 петли на спинку и 93 петли на перед сейчас буду вязать шоколадный и сделаю его чуть больше я хочу пошире все-таки свитер вот этот мне кажется не подойдет вообще отлично то есть я прям даже рад что так получилось то не у нас теперь будет с братским свитером из братской пряжи так с рукавами то все отлично видите ничего не тянет все по плотности я сгруппировал все сделал мне здесь получилось соотношение два раза один к одному и на третий раз один к двум то есть количество петель рукава к количеству протяжек туловища я вам опять же потом все это расскажу покажу уже в соответствующем разделе когда будем пришивать рукава елен добрый вечер и ворот продолжается из незакрытого основного полотна да да все правильно все правильно и соединяем сначала плечи у нас как раз остается часть петель на спине открытых на леске и мы потом когда ворот набираем провязываем сразу вот эти петельки спины у нас получается вот здесь шовчика нет а мне еще рукава и ворот все свяжите все успеете уверен так так хотела к вам на совместик но к сожалению не получится ну значит в следующий раз ничего страшного не расстраивайтесь я планирую например вот сейчас мы совместник проведем и потом глубок осенью еще один сделать главное в них не запутаться так ну что нужно теперь здесь под убрать кончики и стирать в этого хочу провести в этого я уверен то что он немножко подрастянется вот судя по образца прям чуть-чуть есть растяжение да конечно он еще не высох до конца но такая пряжа пушистенькая стал помягче обычное дело пряжа раскрывается немного становится мягче и полотно естественно под собственным весом немножко вытянется как раз у меня будет чуть длиннее как нужно вы меня так утром вдохновили что полочку закончил в дороге отлично это не сень такая песня попалась привет андрей это на самом деле очень заразительная штука обычно с утра как вот попадет на язык что нибудь и потом ходишь везде не напеваешь я решил вам подкинуть песенку для настроениях слушайте палец один болит прям прям болит но перелома нету главное ничего страшного надо быстрее просто руки убирать от этих крышек я не ожидал она прям так щелкнул и прям по пальцу ну все и и моё повязал хотя я вот сейчас смотрю в принципе без среднего пальца наверное я вязать смогу я пробовал без мизинца вязать и вот без вот этого безымянный или какой-то палец рядом с мизинцем пробовал в прошлый раз года два надо нормально и без среднего я думаю смогу дело привычки так пуговицу я пришлю после этого не хочу щас пришивать когда выполняем этот соединение в подмышке стараемся сильно не затягивать нити потому что вот эти нити которую мы сшиваем детали вдоль и рука вдоль если сильно за них потянуть то можно вот так вот собрать и съежить прям полотно пропустить этот момент и потом это будет очень некрасиво выглядеть да конечно берегу через такая знаешь случайность всякое бывает это же все не специально так это свитер мужу а еще сыну и взять отлично значит у вас еще два в работе будут класс так взяла пряжу на пробу меринос хлопок как альтернатива летним составом сейчас вижу образец английской резинки как же она шикарно смотрится во всех составах интерес конечно приходится натяжение контролировать но того стоит меринос хлопком я не вязал такой состав круто это здорово у меня все сейчас пошла зима сейчас пошли заказаны кардигани ща свитера лето остается позади а ты хочешь английская резинка что связать то какой то просто на пробу просто образец или какое-то изделие все же будет заказал шнурковой альпаку прикольные бобины пряжи в 6 нити точно развлечения ой да в несколько нитей да такое я пробовал в 14 пока пробовал есть желание замучить какой-то эксперимент попробовать еще больше количестве нитей соединить может быть к новому году что-то такое сделал вот так вот у нас кстати youtube начал работать не быстро но хотя бы начал загружаться я поначалу даже подумал в ю тубе прямой эфир сделать но потом что думаю сейчас начнет глючить еще чем уж на twitch здесь хотя бы стабильно все так топ без рукавов был связан с состава хлопок или он тоже резинка искал помягче теперь хочу его повторить в этом новом составе и цвете понял все-таки неудачный этот клей тюбик вот неудачно сделал конструкции сама постоянно из него течет клей с вами здорово но ждет основная работа посмотрю в запись хорошего всем вечера и легких петель и лент спасибо что были с нами давайте пока пока алиса включи нам музыку для медитации еще недавно попался писание резинки похожий на вафельное полотенце очень заинтересовал был такой опыт я вязал такой свитер года два назад по-моему из фуксии и как раз там узор назывался вафельный мне понравился он там вяжется как-то интересно я уже не помню нужно смотреть записи но вот такой опыт есть визуально очень здорово смотрится и 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 напомню я сейчас убираю кончики нить и все собрала до конца свитер вообще так не хочется убирать но очень хочется постирать его я еще в раздумьях как это сделать вручную или стиралки и что-то мне кажется закину я его в стиральную машинку заодно и за тестим братскую пряжу как она выживет в стиралке я рассчитываю на то что он под вытянется немного станет помягче еще и длина будет чуть больше так конечно стиралка ты чего специально все детали чтобы точно стирать сужить можно было не выдумывай давай вот танюшечка мне подсказывает то что только стиралка танюш здорово что ты присоединилась ну-ка расскажи как там меня слышно хорошо как твоя шапка и расскажи а я уже рассказывал да то что первая партия подходит концу она еще раз куплена уже но не вся еще есть цвета которые не выкупили вы все и сейчас очень адекватная стоимость опять же лучше смотрите на сайте ольги дурсун у меня все ссылочки есть телеграм-каналах последних новостях и у таня тоже есть можете посмотреть в общем я к чему перед зимним и осенним сезоном если еще не приобрели посмотрите и приобретайте так как вот сейчас таня соли занимаются второй поставкой как раз и цены выросли у турецких поставщиков в том числе и следующая партия уже будет дороже уже такую же цену не получится удержать потому что здесь прям очень вкусная цена там что-то 850 рублей по моему за упаковку упаковки 500 грамм 5 мотков посмотрите на сайте посмотрите там еще кстати остался цвет бежевый но которую ходит чуть в желтизну хочу из такой тоже свитер себе свидать а 890 рублей 850 от 5 упаковок ну вот да плюс минус что-то такое сейчас танюш твой свитер скоро будет готов вот шоколадный сделаю немного больше как и вот вот а делали они детали а детали а я сначала я сначала смотрю а больше ух Все-таки момент был лучший клей. Николай, привет-привет! У нас здесь сборка. У нас здесь сборка. Надеюсь, к своему дню рождения я уже буду в кардиганище ходить. День рождения у меня 5 ноября. Так, до 5 ноября нужно обязательно связать. Причем осталось там тебе совсем немного, насколько я знаю, только рукава. А ты сборку уже выполнил или туловище сделал? Спинку с полочками и капюшоном соединены уже? На каком этапе сейчас? Я так понял, с рукавами какая-то сложность. То ли при пришивании, то ли при вязании. Так. 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 нет я не соединял ничего жду рукава меня не получаются манжеты после 15 числа будут просить твоей помощи вообще не вопрос обязательно помогу давай до кардиган еще нужно в этом сезоне до дело довязать и уже ходить радоваться так ну что у нас так смотрим что у нас до стирки было до вто как сидит и потом покажу как будет сидеть после этого после того как высохнет уже конечно же так мне тут идея подкинуть надо сделать тур вязальщика по волге до твери так белье если постиралась приложить закиньте темный плюс то они уже переложил уже постиралась темно еще не закинул сейчас потому что свитер сначала постираю а потом все остальное ну вот так вот все это выглядит все очень здорово все прекрасно буду стирать в машинке на 30 градусах добавлю в него шапу так нужно видосик снять жалко у меня нет никакой второй камеры то не было для совместника мне снять видос показать хотя вы можете я же вот эту ссылочку оставил совместники кому интересно могут посмотреть вот как свитер выглядит до вто можно конечно его замерить но мне чуть лень я и так принципе вижу как это все сейчас длину измеря знаете вот так вот шестьдесят восемь сантиметров аж получилось и плюс он по собственным весом еще вытягивается ну-ка ну да 68 отлично шикарный свитер благодарю николай так чё надо стирать буду стирать хотя можем вместе постирать вообще без проблем чё у нас там по времени 18-45 как раз на 15 минут мы сейчас его закинем постираем а я пока а я чё буду вязать не знаю не знаю шикарный свитер шоколад да точно вот танюш я только что как раз об этом подумал спинку там мне надо еще с передом подрочитать я думал добавить туда два рапорта может по два с каждой страны для большого такого овер эффекта а вот рука в принципе можно делать уже вот такой шире он не нужен вот это отличная рукава поэтому на рукава у меня здесь помню 57 петель я набирал и пойду закидывать так ну что пойдемте вместе стирать свитер у нас будет такой знаете эфир настоящий полноценный эфир со стиркой так свитер стиралка закидываем свитер в стиралку мне надо как поставить это вот так вот давайте вот отлично так мы его постираем у меня есть шапу который мужской вот этот арт вуди а есть вот такой розовый вот как раз свитер у нас для тани поэтому постираю розу вот этот цвет powder я чуть-чуть в барабан на глаз так и включаем супер быстро 30 градусов 15 минут вообще вполне хватит на 15 минут погнали все готов пока он будет стираться мы с вами повяжем шоколадный рукав действительно так напомню то что мы с вами стираем свитер из братской пряжи 0 3 номера этот номер и цвет до такой степени понравился полюбился вам что его прям сразу же чуть ли не в первый на второй день он уже закончился после старта продаж но сейчас напомню то не соли прорабатывают новую партию новый завоз поэтому как только все договоренности пройдут с поставщиками вторую партию сразу же загрузим так а дискорд не рассматривал для прямых трансляций николай я дискорд вообще не понимаю я им не пользуюсь даже у меня его нет я вот у нас сын постоянно в дискорде что-то делал я так смотрю он там дискорд только переписываю чё но у меня вот такого приложения нету в пользование нужно его освоить может быть если это вот подскажи есть там что-то удобно есть там интересно почему нет я не против в общем свитер сейчас стирается из ноль 3 пряжи а вязать новый свитер у какая же она мягкая я буду из ноль 4 это вот как раз и была такая основная задача сделать пряжу еще мягче еще шелковистее и немного тоньше поэтому мотки у нас 120 метров 100 грамм и мега мягкая так все клей я убираю так я манжеты буду вязать на шестерках основное полотно на семерку вот крутые спицы ничего не могу сказать вот эти оди оливковый набор но нету у них маркировки номера я вот этой штучкой постоянно пользуюсь который в наборе идет такая знаете линейка для проверки диаметром вот как раз шестерочки как раз на шестерках я наберу сейчас пятьдесят семь петель пятьдесят семь петель я не против мне нужно изучить этот софт эту программу потому что я не понимаю пока как она работает если вот как youtube работает непонятно то дискорд вообще непонятно так что-то у нас со светом да как вам как качество картинки по моему очень хромает сейчас прям я вижу всю пиксельность потому что освещение нет вот так вот сделаем подсветочку так будет лучше по свитеру который я уже постирал я конечно же все запишу в свой блокнот такие листы я все подробно записываю прям по рядам тоже все напишу вам совместник соответствующую тему все приложу чтобы у вас было понимание по моей плотности по моим параметрам размером количеством потому что кому-то это нужно кто-то прям в плотность попадает кто-то по собственным интуитивным каким-то по счетам вяжет в общем информации лишней будет все это приложу дискорд это получается форум по интересам а что там есть какие-то визуальные уже сообщества николай в этом дискорде петли набираем самым простым способом сдулся счетом 10 15 19 20 алиса следующее Алиса, включи красивую музыку. Так, Андрей, у 15 человек переключились с песни на Алисе. Да, я слышал такое, когда в прямом эфире к ней обращаешься и просишь что-то включить. У слушателей тоже происходит это. Я не специально. 5, 10, 15, 20, 25, 30, так, 35, 40, 45, 49, 50, 57 петель. Пока у меня батарея садится хорошего эфира. Давай, Танюш, люблю, целую. Побыстрее, давайте приезжайте домой, жду вас дома. Мы сейчас свитер постираем, положу сушить его и потихонечку эфир потом закончу. А пока повяжем, пообщаемся. Так, сейчас еще раз пересчитаю контрольный. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57. Все правильно. Хорошего эфира. Спасибо, Танюш. Продолжение следует... 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 в детали общее количество петель набранных на спицы были кратны четырем плюс одну я не добавляю по 2 кромочных вот вам нужно было брать 97 то есть 96 у нас должно делиться на 4 без остатка 96 делить на 4 все правильно и плюс 1 97 плюс 2 не нужно было делать я перевязал а Сейчас ряд довяжу, отвечу вам в телеграм. Готово, так, отвечаю. Где мой? Вот он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжаем, друзья, вязать. Так, а почему вас Twitch игнорит, Кристина? Продолжение следует... Продолжение следует... битрикс не меньше пытался внедрить то как то не пошло хотя наверное даже лучше чем битрикс более разноплановые закрытые чаты группы эфиры ежедневника и т.д. но там прям покопаться нужно меня брат геймер просвещал сообщение приходит похоже если в процессе телефонного разговора пишешь что не приходит сообщение twitch меня игнорит прочитал сообщение не знаю почему так наверное какой-то может быть глюк может быть еще что-то но по дискорду вывела на тв эфир через телефон и разговаривала параллельно по телефону еще было сообщение может из-за этого все возможно еще то наверное вязала до параллельно к третьему слишком много операций не выдержала система так по моему машинка про пропищала и у нас закончила стирка давайте я сейчас принесу посмотрю свитер вытащу из машинки принесу посмотрим вместе у него до вытаскиваем сушки ну никаких сюрпризов нет валенка нет потому что здесь состав предсказуемый ах прекрасный запах свитер постиран 15 минут так что у нас ну ну есть немного есть объем это он влажненький поэтому еще может быть где-то видите так коряво смотреться как он лежал как отжимался но вроде по объем не стал теперь осталось высушить там же сейчас то это может быть есть объема когда высохнет окончательно он может уйти в любом случае все круто все сушить я его буду на горизонтальной поверхности прямо разложу вот на этом столе на подоконнике все отлично друзья все прекрасно пряжа выдержала но изделие выдержала машинную стирку я думаю можно было и на полчаса его закинуть и ничего бы не изменилось все было бы то же самое но 15 минут хватает вполне постирать такой зелье пушистая такую так все снимаю свитер сушить буду отдельно так на горизонтальную поверхность положу распрямлю весь его расправлю чтобы было все ровно и высохло ровно как-то он отжался так интересно прям где-то сухой совсем как будто не простирался знаете вроде и влажный но в каких-то местах прям сухой еще раз его зафигачит его давайте еще на 15 минут закинем что мне кажется плохо простирался пусть еще покрутится а я повяжу с вами вот этот цвет прям очень близок к моему лангов скому свитеру из меринос который шоколадный такой а здесь кстати с комментариев вообще нету вы просто никто не пишите или они не проходят то что мне кристина написала в телеграм что ее комментарии не проходят может быть у всех не проходит что-то трансляции сначала были 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 в комментарии потом закончились друзья напишите пару слов напишите например про youtube как у вас youtube им дела обстоят работает не работает глючит подтормаживает или возобновляется уже работа и все здорово только при в приложении при проходят комментарии нет ну самый главный вот проходит николай я вот их увидел так а по поводу дискорда нужно посмотреть мне интересно как это работает я давно хотела его освоить но все как-то нет не получалось есть там действительно такие возможности большие то почему нет а а сайт отвеча не проходит понял какие-то может перебой в работе не знаю из-за чего такое не знаю из-за чего а Продолжение следует... 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 именно в Телеграме, надо затестить. Кстати, мы подвели итоги по поводу совместника, который «Майский поток». Вы там присылали свои фотографии, отзывы. Крутые работы все, очень классные, спасибо всем огромное. Итоги подвели, призы раздали, победителей выбрали. Вот нужно еще книгу. Там один из призов был «Книга брата» с моим напутствием, ну, с пожеланием от автора. Книгу подписал, теперь нужно отправить. Теперь главное найти человека, который ее выиграл. Адрес в этом, в Телеграме найти. Так, в Телеграме можно общаться еще живым голосом, и видео тоже можно включать другим участникам. Здорово, но есть ли там чат? Вот могут ли там люди, например, написать что-то в чат? Потому что чат – это очень крутая история. То есть это прям диалог между ведущим и зрителем. И хочется чат. Потому что мне вот так вот удобно сидеть, рассказывать что-то и читать ваши сообщения. А как-то я пробовал в Телеграме, и чата там не было. Это не очень удобно было. Да, есть чат, Николай. Отлично. Сейчас тогда свитер достирается. Я вам его покажу и попробую в Телеге запустить. А интересно, как вот в Телеграме? Вот у меня есть закрытая группа, которая совместник сегодня, который стартовал. Я могу прямо в ней провести прямой эфир, получается. Как это проходит? Короче, сейчас буду пробовать. Сейчас свитер вытащу, покажу и попробую в Телеграм. Интересно. Есть там чат, есть. А в Дискорде есть демонстрация экрана, видео и плюс чат. Мне вот кажется, Дискорд – это такая прям суперсверхмолодежная история. Твич-то, вот не все Твичом-то пользуются. И приходилось регистрироваться людям, и это вызвало там неудобства, да? А вот по поводу Дискорда, чтобы перетащить в Дискорд аудиторию, я вообще не знаю. Ну, надо попробовать. Если это удобно, то почему нет? Раз уже вещаешь на игровой платформе, осваивай. Там просторно. А, это про Дискорд, да? Да, да. 630 миллионов. Обалдеть. Да, надо осваивать, что делать-то. Так, данную трансляцию видят только подписчики группы. Во, отлично. Почему нет, кстати? Так, 600 миллионов. Дискорд, гоу, плюс один. Установлю Дискорд. Попробую. Вдруг пойдет, да? Почему нет? Я когда-то просто так, ради интереса, ТикТок установил тоже. Думаю, а, выложь туда ролик один. Просто как я ехал, что-то шапку я вязал. Просто выложил. Не реакция, это просто я вязал шапку, потом взял ее, примерил, там буквально 40 секунд, по-моему. И там что-то как пошиб, прям быстро, помню. Там тысячи, десять тысяч, сто тысяч просмотров, прям, знаете, так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Быстро-быстро-быстро-быстро. Я в шоке был, как это произошло. Я в шоке был. Так, сколько у нас время прошло? Надо свитер доставать. И стиралки. Так, я уверен, что история про вяжущую в электричке парня и гопников, которые посоветовали крючок побольше номер взять, это про тебя. Да-да-да, это очень старый еще на башорге, еще помню, давным-давно, еще даже, по-моему, когда не вязал, видел эту историю. Это очень смешно. Сегодня думал выложить какой-нибудь этот новый ролик с реакциями. Думаю, так, лень мне подключать эту GoPro, лезть на флешки там, выискать эти моменты. И, короче, забил что-то, сел рукав пришивать. Мне в трамвае понравилось с вами гоу-пароход. Сейчас, осенью, время нужно на все, на эти идеи, на их реализацию. Конечно, хочется и пароход, и трамвай, еще и электричку, и поезд, и автобус. Сделаем обязательно. Главное, силу на все найти. Продолжение следует... В трамвай, кстати, из трамвая еще столько видео много, то есть еще контент там нарезай да выкладывай. Вот, у меня уже здесь, видите, 117 фолловеров на Твиче. Классно же. Прибавляются потихоньку. Прибавляются. Да, онлайн еще небольшой пока, но 15 человек держатся, это круто. Спасибо вам, друзья, что вяжем вместе с вами, что присоединяетесь. Это здорово. Хэштеги пропиши плюс русские. А у меня прописано, вот там рукоделие, вязание, визайнер. Какие-то прописал хэштеги. Здесь как-то можно нарезку делать, какие-то клипы тоже из трансляций. Я пока еще не отдавался. Опа! Ну что, пойдемте свитер достанем, еще раз примерку сделаем и будем заканчивать. Заканчивать. Так, все, бросай на полряда, побежал за свитером. Ну-у-у! Теперь точно достаточно. В принципе, все ожидаемо. все ожидаемо, все здорово. Можно даже не примерять. Надо. Все круто. ждем, пока теперь высохнет. Видите, прямо тут мокрое такое, здесь сухое. Как вот крутился в барабане, чуть-чуть мокрое осталось. Все, сушим свитер, все отлично, друзья. Это был 0,3 цвет, братская пряжа, постиран в стиральной машинке. на 30 градусах. На 30 градусах использовал жидкий моющий средств, в итоге полчаса он стирался два раза в 15 минут. Теперь его высохнем и, конечно, потом покажу, как это все будет выглядеть. Так, я чувствую, в Телеграм будет крутой стрим, описание канала заполнен. Да надо, только я вроде начинал что-то и забил. С ней тоже не так просто разобраться с этим твичом. Разбираюсь потихоньку. Все заполню. Спасибо большое за подсказки. Так, друзья, все, всем спасибо, что были со мной. Пойду я попробую прям 10 минуток в Телеге, в совместнике, проведу пробный прямой эфир. Ну, в общем, не прощаемся, еще увидимся. Всем спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться, потому что когда вы подписаны и я начинаю трансляцию, у вас сразу приходит уведомление и вы никогда не пропустите прямой эфир. Все, всем хорошего вечера, друзья. Всем пока-пока.